Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Пять дней до Нового года. Настроение уже праздничное. Наверное, все уже нарядили елку, а кто не хочет наряжать, можно полюбоваться на зеленую красавицу в лесу или в парке. В эти зимние дни елочки особенно красивы, так как надели белые шубки. Хоть и морозно, но это того стоит. Ведь зима без снега, метели и мороза – не зима. А порадуют ли нас сегодня синоптики? В Карачаево-Черкесии местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный – 5-10 метров в секунду. А в горах будут порывы до 15-20. Температура ночью – 0,5 в горах, до 10 градусов мороза, днем 2,7 выше нуля и местами – минус 3,2. В Черкесске без существенных осадков. Ветер юго-восточный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью – минус 1, минус 3, а днем 4,6 градусов выше нуля. Сегодня день спасателя. Не зря профессиональный праздник выпадает на конец декабря. Ведь в эти праздничные дни, да и особенно зимой, они усиленно несут свою службу. Так как в разгаре туристический сезон и случаются непредвиденные ситуации. Но спасатели в мороз или жару, дождь или снег спешат на помощь людям. Многие уже, наверное, запланировали свой отдых в январские каникулы. Но для начала встретим Новый год. К самому яркому празднику готовят самые яркие наряды. В год тигра, а именно в новогоднюю ночь, приветствуется следующая цветовая гамма – индиго, бирюза, голубой, золотой, серебряный, темно-зеленый, черный, коричневый. Тигр советуют отказаться от синтетики и встречать Новый год в платьях и костюмах из натуральных тканей. Также, если в следующие 12 месяцев вы хотите обрести финансовую стабильность и продвижение по карьерной лестнице, выбирайте золотые и серебряные платья. Помимо них можно встречать новогоднюю ночь в юбках с топами, комбинезонах или брючных костюмах. Запомните, тигр не любит перебора, а потому, если на вас сверкающее платье, то обувь должна быть сдержанной и наоборот. Я сегодня в черно-золотом. Черная полоска, оранжевая, ну, у меня, конечно, желтая. Надеюсь, в новом году повезет. В Карачаевске заработал семейный клуб «Площадка Мамин Клуб». Это реализация проекта молодой мамы, жительницы Карачаевска, Марины Динаевой. О том, как пришла идея, кто работает в команде, какие темы обсуждают молодые мамы, на эти и другие вопросы в эти минуты в нашей студии. Автор проекта Марина Динаева. Ответит мои соведущие Белли Джозаева. Они уже в нашей студии. Вам слово. Доброе утро всем. Доброе утро, Марина. Доброе утро. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, приехали сегодня к нам в гости. Повод для нашей встречи – это ваш проект, который называется «Мамин клуб». Это такая площадка. Да. Клуб-площадка. Название говорит само за себя. Видимо, там собираются молодые мамочки. Я знаю, что вы мама двоих детей. Вы закончили Карачаевский государственный университет имени Умара Алиева. Вы выпускница этого университета. Вы жительница Карачаевска. И, соответственно, вы подумали о том, что таких же молодых мамочек, как вы, надо вовлечь в активную деятельность. И вы написали проект. Да. Вот мне интересно, как возникла идея этого проекта? Что вас подвигло? Ну, идея, наверное, нашла сама меня. Я как молодая мама в декрете вообще по натуре очень активный человек, который не может сидеть на месте. А декрет, сами понимаете, каждый день происходит одно и то же. И тут в один момент я начала просто жутко искать себя. Я не знала, чем заниматься, столько всего в просторах интернета, черпала информацию со всех источников. И в один момент я просто пришла к выводу, что молодые мамы тоже хотят развиваться. Молодые мамы должны развиваться, потому что декрет – это такое дело. Да. Когда человек немножко деградирует. Мариночка, я вас перебью. А где вы находили время? Ну, когда хотелось, всегда находилось время. У меня родители, мои мужи, они очень сильно помогали тоже всегда за любой, как говорится, кипиш. Только занимайтесь собой, развивайтесь. И очень сильная поддержка оказалась семья на самом деле. Потом я огласила вслух то, что было бы неплохо, если бы вот в городе Карачаевске у нас очень много молодых мам, было бы неплохо, если бы появилась такая площадка, где молодые мамы смогли бы делиться своим опытом, развиваться, искать, тоже вот узнавать что-то новое. Я поделилась с семьей, меня моя семья очень сильно поддержала, сказала только вперед, я еще сильнее зажглась, думаю, надо идти дальше. И как раз в прошлом году проходил форум Машук. Я давно еще очень хотела побывать, но из-за семейных обстоятельств просто никак не получалось. Тут думаю, это знак, Машук проходил онлайн, надо пробовать. И я подала заявку, эксперты оценили мой проект, и я получила грант на реализацию этого проекта. Ну, собрала команду, у меня есть команда тоже молодых... Ну, помогает вам кто-то, да? Да, да, есть команда молодых таких же мамочек, которые тоже хотят что-то делать, не сидеть на месте. И мы начали реализовывать наш проект. Высокогорный креативный кластер оказали нам тоже хорошую поддержку. Они предоставили нам площадку, где мы проводили наши встречи. Мы поговорили... Ну, естественно, я хочу спросить у вас, что вы обсуждаете? Я надеюсь, не только заботы молодых мам? Нет, 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 нет. Только темы были по саморазвитию, где как могла реализовать себя молодая мама. У нас проходили встречи, несколько этапов. Встречи мы проводили по субботам, чтобы максимально было удобно мамам приходить, оставлять деток там с кем-нибудь. И на первой встрече у нас были эксперты Росмолодежи, которые рассказывали нам о реализации проектов на территории нашего региона. Они рассказывали, как воплотить свою идею в социальный проект, и можно было реализовать и получить финансовую поддержку. После первой встречи мы на кофебрейке с мамочками сидели, обсуждали, какую бы тему следующую мы бы хотели обсудить. Так как сейчас Инстаграм самая такая активная площадка, где можно реально реализовать себя, мы решили неплохо было бы поизучать эту тему. Мы созвонились с руководителем ассоциации блогеров в Карачао-Черкесии, Дианой Гаевой. Она сразу же безотказно, кстати, тоже молодая мама, безотказно пришла нам на помощь. И мы обсуждали тему СММ и блогерства, как это работает, как можно свои какие-то товары продавать через Инстаграм, как раскрутить свою страницу. После этого мы тоже опять на кофебрейке с мамочками посовещались и решили, что нужно позвать психолога. Потому что во время декрета, многие меня поддерживают, мамочки, бывает такое эмоциональное выгорание, когда ты не знаешь, чего ты хочешь, не знаешь, куда себя направить и что с этим делать. У нас среди участниц был психолог, тоже молодая мама, дипломированный специалист, и искать тоже не пришлось эксперта. Она провела тоже с нами встречу. Мы обсуждали тему самореализации, как можно побороть свои страхи, как поверить в себя, идти вперед. В общем, такая плодотворная у нас тоже работа произошла. Ну и мы решили чуть-чуть сгладить такую познавательную, развивательную программу и провели время чуть-чуть для себя. Одна встреча у нас была такая, мы просто общались, играли в мафию. В общем, свободное встрече, развлекались. Потому что, как бы, когда ты долго развиваешься и чему-то учишься, нужно немножечко так отдыхать. Вот, ну, просто в нашем городе на самом деле это нужно. Это нужно, это важно. И вообще для молодых мам должны быть везде такие площадки, когда ты можешь просто выйти из зоны комфорта, изучать что-то новое, и дальше в дальнейшем реализовывать себя. Ну, это, мне кажется, очень важно. Марина, я считаю, что вы большая молодец. Спасибо большое. Потому что быть в декрете, быть мамой двух маленьких детей и в то же время выиграть грант в таком, ну, всероссийском форуме, это тоже большое дело. То есть я так понимаю, что проект уже полностью реализуется. На территории Карачаевска, да. Ну, мы не остановились. Получилось так, что наши участницы с нами нас натолкнули на мысль то, что почему вы проводите только в Карачаевске? Почему нет в Черкесске? Вот несколько заявок. Почему нет в Черкесске? В Карачаевск ехать я там не могу, оставить детей и все. Мы подумали, как раз проходил вот в этом году конкурс молодежных проектов. Мы опять подали заявку на масштабирование нашего проекта и чтобы проводить наши встречи уже в Черкесске. Чтобы такая же площадка уже была не только на территории города Карачаевска, но и на территории города Черкеска. Чтобы максимально удобно. И на каком этапе это ваша идея? Мы уже точно весной будут наши встречи проходить. В дальнейшем все будет осуществляться. А здесь уже есть площадка в Черкесске? Здесь еще нет. Мы вот только пока на территории Карачаевска реализовались. Ну вот весной уже будем запускать нашу площадку и в городе Черкесск. А сколько людей в вашем клубе? Ну и онлайн заявок. У нас еще есть онлайн. Мы создали группу в Телеграм-канале. У нас есть в WhatsApp группа. И мы в Телеграм-канале постоянно познавательные какие-то выкладываем там ролики, какие-то лекции. Ну в общем, кто что находит, то и скидывает. Это очень интересное. И в общем, где-то нас 50 человек. Около 50 человек, если так грубо говоря. Но для Карачаевска тоже хорошо, я считаю. Просто есть те, кто оффлайн не может присутствовать. Они могут присутствовать онлайн, чтобы они не пропускали. В общем, проект и площадка ваша называется Мамин Клуб. Да, Мамин Клуб. Кто захочет, может принимать участие, подписываться. И мамочки, и мамочки. Ну вы сами сказали о том, что вы очень активный, энергичный человек. Я это вижу, я это понимаю. Но думаю, что на достигнутом вы не остановитесь. Я думаю, что-то новое у вас уже назрело, созрело в голове. Ну есть идеи. Есть планы? Очень много идей, очень много планов. А поделиться? Ну пока я расскажу то, что мы будем проводить наши встречи в Черкесске. Это тоже будет очень интересно, очень познавательно. Поэтому в дальнейшем через интернет, через инстаграм мы будем публиковать о наших встречах, о нашей тематике. Я думаю, что вы делаете очень хорошее зило. Спасибо большое. Желаю вам всяческих успехов. Спасибо большое. И удачи. Спасибо. Спасибо, что приехали. Спасибо, что пригласили. Спасибо. До Нового года остается всего несколько дней. А для школьников уже начались зимние каникулы. И планов у детей громадье. Чем планируете заняться эти долгие каникулы? Заниматься спортом. Каким видом спорта занимается? ММА. Смешанное единоборство. А помимо этого, планы какие на праздник? Пока еще не знаю. Я поеду в Хурзук, на лошадях буду кататься с друзьями. И так, на кошару поеду, наверное, может быть. А верховая езда? Верховая езда, да. Очень сильно. Я очень увлекаюсь этим. А своя лошадь есть? Своя лошадь есть. У меня еще ребенок. Я его спущу скоро. Обучать буду все подробно. А в Хурзуке в такой мороз не страшно каникулы? Нет, нормально. Лучше в тепле дома в Карачаевске, нет? Нет. Лучше в Хурзук поехать. Там лучше. У меня друзья, родственники. Как бы и лошади. Ну, на зимних каникулах хочу. Я занимаюсь лыжным спортом. Очень люблю кататься на лыжах. Езжу в Донбай. Мы там живем. И поэтому я очень люблю кататься на лыжах. И хотел бы заняться на соревнованиях в какое-нибудь место. Но призовое. А еще хочу... В каких соревнованиях конкретно? Ну, Донбайские. Это наши местные соревнования. А, и еще хочу, чтобы мне выполнил он. Все эти планы, это на предстоящий год или на каникулы? Да, это на предстоящие каникулы. А лучше даже на предстоящую неделю. Сегодня день вырезания снежинки из бумаги. Это искусство является очень древним и начинает свою историю в Китае. Но и в России это любимое занятие и детей, и взрослых. Россия – страна долгих и снежных зим. И красивые узоры бумажных снежинок украшают наши дома. Итак, берем в руки бумагу, ножницы, вырезаем и украшаем свои жилища. Сегодня в 17.15 премьера праздничной новогодней программы «Добрый вечер, Республика». Продолжение смотрите 28 и 29 декабря также в 17.15. Всем удачной рабочей недели, хорошего дня и встретимся завтра. Подтолок ледяной, дверь скрипучая. У меня дома два тигра есть, таких тигров мы на сцене увидим. Абсолютный мистер Икс. Я не знаю. Ады гавапа, ады гавжача. Это был очень веселый Новый год, потому что мы праздновали его посреди этого села. Извинить январская вьюга, а ливни хлещут упруга. Весело, весело встретим Новый год. Карачаево-Черкесия, мой родной чудесный край. Субтитры создавал DimaTorzok Это самый красивый праздник. Всю жизнь я мечтала одну игрушку оттуда сорвать. Войсковой запас у нас не иссяк, будет очень весело. Всех нас волнует, что же нас ожидает. Я хочу развить эту книгу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok